Отличительный признак зеленых водорослей – зеленый цвет слоевища. Число видов зеленых водорослей достигает 13 тысяч. Распространены они преимущественно в пресных водоемах, некоторые живут в морской воде и очень немногие приспособились к жизни в условиях периодического увлажнения на почве, коре деревьев, заборах, цветочных горшках. Зеленые водоросли представлены одноклеточными формами хлорелла-хламидомонада и многоклеточными, тело которых имеет вид нитей или плоских листовидных образований. Улотрикс – ульвовые, харовые водоросли. Большинство одноклеточных и колониальных водорослей способны передвигаться с помощью жгутиков. Некоторые одноклеточные неподвижны, например, хлорелла. В клетках зеленых водорослей находятся хроматофоры, содержащие ряд пигментов, среди которых преобладает хлорофилл. Пресноводные многоклеточные зеленые водоросли образуют тину и густые заросли в прудах и озерах. Встречаются на поверхности или внутри водных и наземных растений, повреждая их листья. Зеленые водоросли поддерживают симбиотические отношения с определенными грибами, образуя лишайники. Один из хорошо известных родов – плеврокок. Одноклеточная водоросль, образующая зеленые налеты, часто наблюдаемые на коре деревьев. Широко распространен род спирогира. Нитчатые водоросли, образующие длинные волокна тины в ручьях и холодных речках. Весной они плавают в виде липких, желтовато-зеленых скоплений на поверхности прудов. Кладофора растет в виде мягких, сильно ветвящихся кустиков, прикрепляющихся к камням у берегов рек. Базиокладия образуют зеленый налет на спине пресноводных черепах. Состоящая из многих клеток водяная сеточка обитает в стоячих водах. Дисмидиевые – одноклеточные зеленые водоросли, предпочитающие мягкую болотную воду. Их клетки отличаются причудливой формой и красиво орнаментированной поверхностью. Самая крупная зеленая водоросль – морской салат ульва.